Шестой год проводится открытый кубок Ленинского района по карате. Началось все в школьном зале, а сейчас в соревнованиях, которые уже традиционно проходят в Дворце спорта «Видное», принимают участие сотни каратистов. Завершающий календарный год выход на татами можно назвать итоговым. Юные спортсмены подтверждают свое мастерство, демонстрируя навыки, полученные на тренировках. В шестой раз стартовал открытый кубок Ленинского района по карате. Почти полтысячи спортсменов из 16 муниципальных образований сражались за право стать лучшими. Эти соревнования являются как подвиги итогов выступления за год. Для того, чтобы выяснить, кто сильнейший является, и подтвердить наши силы и наши победы, что мы, правда, являемся сильнейшими. И у нас в настоящий момент есть уже призеры, которые заняли первые места. Среди первых победителей Кубка 2014 – юная видновчанка Лена Новичихина, ставшая сильнейшей в своей возрастной группе. Участие в муниципальном кубке для многих клубов весьма престижно привлекает и высокий уровень организации мероприятия, и мастерство спортсменов. Приезжать нам все время здесь интересно. Мы постоянно бились за кубки. Что касается количества участников, то их число растет из года в год. Больше и больше. Уровень организации тоже вырос. Сначала мы были в школе, теперь в таком шикарном зале просто все классно. Состязания каратистов, как и всегда, проводились в разных возрастах. От 5 до 18 лет и старше. Самой многочисленной группой стали как раз малыши более 200 участников. Придя в секцию именно в этом возрасте, у ребят больше шансов стать настоящими, результативными спортсменами. В 5-6 лет они раньше привыкают к дисциплине, к спорту. Как бы лучше вырастают, развивают физически. Соревнования на кубок включали две техники восточного единоборства. Самые юные участники получали баллы за выполнение ката – бой с воображаемыми противниками. Ребята старшего возраста могли себя показать как в ката, так и в кумите. Эти боевые сражения становились захватывающим зрелищем. Для того, чтобы одержать победу в поединке, главное не переживать, выходя на татами, собрать волю и сосредоточиться. Я вспоминаю, что мне говорил тренер и говорит, что у меня все получится. Этот вид спорта весьма травматичный, выбирают ребята с сильным духом. Они не боятся боли. Это всего лишь стимул двигаться дальше, совершенствовать мастерство. Бывает, что когда меня бьют, я потом собираюсь силы и дальше на бой. Здесь, безусловно, без поддержки родителей никак нельзя. Мы переживаем беспорно. И дети переживают. И, конечно, все хотим победить. Конечно, в этот день были не только победители, но и побежденные. Но это всего лишь маленький шаг на пути к большому спорту. Только выдержав испытания поражением, может вырасти сильный спортсмен и человек. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.